Неизвестный, но очень талантливый Александр Савченко натюрморты, пейзажи, портреты. Михаил Шемякин, наоборот, считается классиком русского и мирового искусства. В коллекции Тольяттинского мецената Василия Воронского собраны работы разных школ направлений, существовавших начиная с середины 20-го до начала 21-го века. Здесь ученик, допустим, Белютина, Володя Кузнецов. Следующий отсек у нас там представлен, и сами там одни из лидеров нон-карформистского искусства России. Это Владимир Немухин, Владимир Яковлев, Санкт-Петербургская школа, школа Стерлигова, Геннадий Зубков, Батурин, Александров. Здесь у нас представлен художники, группа Садки, Академия Садки, это Оренбург. Потом в первом отсеке у нас представлены это здоровый стиль художники-шестидесятники. Это Николай Андронов, Егоршина, Павел Никонов. Объемная труба классика второй волны русского авангарда, одна из трех картин кисти Андрея Грасицкого. Его сравнивают с итальянцем-метафизиком Джорджем Аранди за уникальный стиль оживлять неодушевленные предметы. Андрей Грасицкий, он закончил Суриковский институт. Я когда увидел в первый раз его вот такие вот, такого характера, как бы, работа, да, ну, как обычно, знаете, так говорят, ну, вроде бы, там, чудит какой-то, что-то ищет себя там и так далее, да. Но он закончил Суриковский институт, и когда я увидел его дипломную работу, я был просто поражен, думаю. Это мастерство, которое зашкалило, как бы, с точки зрения материалистической школы. Художник интересен чем? Что он находит свой пластический язык. Что до него, до него никто так действительность не изображал, понимаете, да? То есть эти люди, которые представлены здесь, они изображали видимый мир не таким, какой он есть, а таким, каким он должен быть. Посетители музея Эрзи ждет масса открытий в этом зале работы из бывшей коллекции Петра Иллистратова, первого секретаря Мордовской компартии, внесшего весомый вклад в культурное наследие не только нашей республики. Его с теплом вспоминают в Азербайджане. Я вот был вот в Баку, в Азербайджане, понимаете, когда я сказал, что я вот из Сарамска, из Мордовии, люди, которые же преклонны в воздух, которым уже за 70, за 80, понимаете, они об этом помнят, об этом человеке. Они с такой любовью о нем вспоминают. Вот они так, может быть, не знают, какой Саранск, какая Мордовика, но когда ты говоришь, что они знают, потому что вот Иллистратов, он у них был вторым секретарем, а потом здесь его перелись, он был первым секретарем, да, и они сюда приезжали к нему в гости, и они знают благодаря вот этому как бы человеку. Это не первый выставочный проект из частных коллекций. Следующую экспозицию привезут из Санкт-Петербурга. А пока жители Саранска ждут на открытии выставки Василий Воронской коллекция в главном здании музея Эрзи 9 июня в 16.00. Алена Москалева, Александр Зюзяев. Наши новости.